Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и это конец нашей карьеры за канал. Скорее всего, если мы сегодня с вами выиграем Лигу Чемпионов, мы уже точно в финале, потому что мы 5-0 вынесли Тоттенхэм на выезде, сейчас у нас домашняя игра. Дальше у нас три матча в английской премьер-лиге, пока что у нас все неплохо, будем ждать осечки в двух матчах у Манчестер Сити, это матч против Ливерпуля, это матч против Манчестера Юнайтеда у них. У нас послабже соперники на самом деле, но у нас также еще не самый важный турнир уже для нас, это третий кубок Англии, к ним мы можем прийти, стать трехкратными обладателями, тем более три раза подряд, ну и еще в конце, ну на данный момент у нас вы увидите 5 матчей, ну может быть 6, если мы конечно сейчас вот не проиграем Тоттенхэму со счетом 6-0. Ну что же, посещаем пресс-конференцию, я даже подумываю, раз так мы уверенно прошли Тоттенхэм, так, ротация важная. Я выпущу естественно второй состав, как я и говорил, и даже готов наверное выпустить Кривохарченко на воротах, ну посмотрим, посмотрим. Потому что я его вроде как выпускал, не помню только с кем, со Стандилой вроде, мы 2-0 победили. Вот, но теперь чуть посильнее соперник, вот видите. Матвей, кстати, с Саром мы видим на одном уровне, вот. Также давайте сразу я буду это смотреть, потому что вдруг что-нибудь изменится здесь по рейтингам. Айвазян 84, тут и Мельника 84, поэтому мы пока что здесь так и оставляем. Ну и все, пока что самый близкий это Мишин, извиняюсь, и Сар, насчет замены составами, и Скворцов с Козловым. Ну все, пока что таких вот больше нет. Ну еще и Айвазян с Мельником наравне, потому что если Айвазян 85-й рейтинг получит, я естественно заменю его на Мельникова. Вот. Ну и также Полина Сироткина может Вову Мишин из Центра Защиты вытеснить. Ну а так пока что в рейтингах ничего такого нет. Итак, второй состав, как я уже и говорил. Сейчас мы играем дома против Тоттенхэма, 5-0 мы их вынесли. На стадионе Тоттенхэм Хоспорт Стадиум руководство команды сюда лучше зайти. И вот это вот единственная наша замена Сергея Кривохарченко будет играть в воротах. Облачно на стадионе, поехали. Ну что ж, друзья, очень красивый сейчас закат, конечно, на нашем стадионе. Последний домашний матч перед финалом. Я надеюсь, что все-таки у нас получится выйти в финал. 5-0 мы вынесли, напоминаю, Тоттенхэм на выезде. Поэтому посмотрим, как сегодня мы отыграем вторым составом полностью. Второй состав, даже долго не нет на воротах. Поехали. Ну пока что мне очень нравится, что даже в полуфинале Лиги Чемпионов, ну вот, началось вот это вот. Мне нравилось, что мы не пропускаем в полуфинале Лиги Чемпионов вторым составом против Тоттенхэм. Ну вот, ладно. Сон, это не так важно. 5-1. Мне главное сейчас, чтобы все получили практику, никто травмы не получил. Это самое важное. И еще и Скворцов забивает. Вы представляете? 1-1, 57-ая минута. Благодарит Скворцов, то ли болельщиков, то ли меня, за то, что я его выпустил на этот полуфинал. Но, причем забивает у меня второй состав ворота Тоттенхэма. Я думал, сейчас будет там 3-0, мы проиграем Тоттенхэму. Но, что 5 мячей они нам забьют, это вряд ли было, конечно. Но здесь еще и Скворцов забивает в ближний угол ворота Пикфорда. Просто невероятно. Третий свой гол Роман Скворцов оформляет в Лиге Чемпионов в этом сезоне. Супер. Супер статистика у него. И Сон забивает все-таки. 87-ая минута, дубль Сона. Но, вряд ли, что-то это вообще поможет им. Счет у нас сейчас 6-2. То, что мы проиграли вторым составом, ну, и ладно. Что минимально мы проиграли, это нам даже, наверное, мне кажется, в плюс, нежели чем для Тоттенхэма. Для них это более как-то унизительно, мне кажется, обыграть Престон. Да ну-ка, они даже сейчас не могут обыгрывать. Да, действительно, Скворцов забивает и сравнивает. Что это я уже начал тут говорить, что Тоттенхэм обыграл нас? Нет. Скворцов просто замечательно отыграл. Оборона непонятно куда побежала сейчас. И все. Замечательный момент. И счет у нас снова ничейный 2-2. Святок арбитра, друзья, и мы впервые в финале Лиги Чемпионов. В первом же заходе нам получилось дойти до финала. Сыграли в ничью с Тоттенхэмом вторым составом. То есть я теперь более уверен в этих парнях, в своих именно, что смогу в кубке, наверное, даже в финале сыграть против Тоттенхэма вторым составом. Ну, правда, без Кривохарченко на воротах, но все равно. Очень классный матч получился. И Манчестер-Сити выиграет по голам на чужом поле. Мы встречаемся с Манчестер-Сити в финале Лиги Чемпионов. Как нельзя лучше, как нельзя кстати. Петраков находится в прекрасной форме. Нужно сохранить ее, будем говорить. Скворцов прекрасно сыграл, действительно. Удача тут ни при чем. Просто мы дожали, а Тоттенхэм в двух моментах своих расслабился. Потому что они ввели в двух моментах, но нет, как вы понимаете, нет. 12 миллионов на следующий сезон. Нам перечислят, можно так сказать. Ну что же, а у нас игра против Ньюкасла. Играем мы теперь первым составом. Также давайте сейчас мы глянем, что там по... А, да тут даже все нормально, мне кажется. Первый, второй, наверное, против Ньюкасла. Первым против Ньюкасла. Первым против Лохамптона. Первым против Тоттенхэма. И первым против Сити. Все. Будет, мне кажется, очень грамотная наша игра. Ну что же, первым составом мы выходим. Против, почему-то здесь у меня Мельников подустал. Хотя он не играл даже на матче против Тоттенхэма. Ну ладно. Вот он, мой первый состав. Пасмурно на стадионе. Поехали. Ну что же, друзья. Наш домашний стадион, на котором у нас было немало хороших воспоминаний. Сегодня у нас игра против Ньюкасла. Такой себе, конечно, соперник. Мы играем все-таки первым составом. Нам надо выиграть все три матча. Вот. И надеяться на то, что хотя бы в ничью сыграет, потеряет хоть в одном из своих двух оставшихся матчей Манчестер-Сити против Ливерпуля и МЮ. Мы будем на это все-таки надеяться. Ну а нам надо побеждать Ньюкасл, Сонгемптон и Булверхэмптон. Так, а вот это пенальти. Ну это очень грубо сейчас. Как-то влетело. Он даже странно. И желтую получает Габриэль Паулисто, бывший игрок в Валенсии. И на Мельникова он спалил. На нем прям Мельников у нас лучший. Да, пенальти с 85. Ну давайте. Дубравка, да, на воротах. Поэтому я не знаю. Но тоже мощно пробьем сейчас. Развели. Развели. Максим забивает. И это небольшой шаг, друзья. Но к нашему чемпионству в английской премьер-лиге. И победа пока что. Побеждаем. Сравниваемся. На данный момент мы с Манчестер-Сити. Потому что у нас матч в запасе. Но главное сейчас забить еще и еще и еще. Надеяться на то, что у нас все будет замечательно. Хороший удар в самую девятку. Забивает Максим. 14-й гол в премьер-лиге. Но Скворцов его все-таки очень хорошо там обогнал. 17 голов было вроде у Скворцова. У Мельникова. Раз он еще и перевелся из второго состава в первый. Потихоньку. Но он забивает все равно. Вот это вот. Ой, как Мельников-то сейчас отыграл. Замечательно. Еще сейчас голевая будет на Сара. Все. 2-0. 13-ая минута. Болельщики ликуют. Ну действительно, он сейчас хорошо получил. Сар один буквально оставался впереди. И Мельников отдает на него еще и голевую передачу. За первые 13-ом минут. Ну и Сар в нашем любимом стиле переигрывает вратаря. Очень хорошо здесь убрал. И сходу правой ногой забивает. Пятый гол с вами в премьер-лиге. Исмаил Асар. Мы можем выиграть абсолютно все. Мы можем стать обладателями требла. Золбнил очень хорошо. И Козлов. Что это вообще за комбинация? Это сейчас было очень классное. 3-0. Андрей Козлов забивает. Увеличивает наше преимущество над Ньюкаслом. Вот отдают передачу на Ромакера. То есть себя не сильно видел. Вот он наконец-то. Головин. И Козловин забивает. 89-ая минута. 4-0. Получается довести счет, друзья, до разгромного. Очень хороший матч. Мы сейчас показали. Мельников очень сильно устал, конечно. Но следующая игра только у нас будет там вроде через неделю. Против Луэллэхэмптона. Именно у первого состава. А так между ними игра с Саунгэмптоном у нас. Все. 4-0. Разгромная победа. Пресса над Ньюкаслом. Нам нужно обязательно выиграть последние матчи. Забивать побольше, чтобы если что в разнице мячей. Но пока что 4-0. Максим Эльников лучший игрок в матче. 9-5 у него оценка. Ни одного удара в створ не нанес. Ньюкасл нам за весь первый. Ну за весь матч получается. Сити играет против Юнайтеда. Сегодня так что будем держать кулачки за красных дьяволов. Верим, верим, что хотя бы в ничью они смогут скатать. И сейчас будем смотреть по результатам уже в турнирной таблице. Мы не проигрываем уже 29 матчей. Заслуга действительно игроков. И без трудностей. Все. Внимание. Так. Нет. Сити они выиграли. Да. Сити выиграли. Сити выиграли. Манчестер Юнайтед. Сейчас мы прям на ваших глазах это тоже глянем. 2-0. Без проблем. Но. У нас есть Ливерпуль. Они смотрите. Они громят Лестер на выезде. Они идут сейчас на третьей строчке. И Лестер и Сити вообще никак. Ой. Ливерпулю никак нельзя. Сейчас терять вообще свои очки. Поэтому. Но. Кстати могут. Но у них тоже как и у нас матчи в запасе есть. Если что. Поэтому я верю. Что Ливерпуль сможет обыграть Манчестер Юнайтед. Сити. Либо сыграть с ними в ничью. Потому что это просто будет обидно. При равенстве очков мы можем потерять наше чемпионство. Но. Суть то у меня карьера не в этом была. Выиграть Лигу Чемпионов. Вот такие вот дела. Поэтому сейчас у нас игра против Саунгемптона. Вот. Я не знаю когда у Сити там своя игра. Но наверное мы все в один день будем вроде как играть в матч. 38 тура. Но пока что у нас игра с Саунгемптоном. Мы выходим вторым составом. Вот. Довня. На воротах. Рисковать я не хочу. И. Что там у нас. Ну да. Через пару дней уже игра с Уолгаром Хемптоном у нас будет. Ну что же. Выпускаем второй состав. Как я и сказал. На выезде играем мы против Саунгемптона. Вот. Мы будем потихонечку верить, что вот через пару дней, когда будет день матч. Матч дэй. Как все говорят. В один день будут сыграны все оставшиеся матчи 38 тура. Весь 38 тур будет сыгран. Будем верить, что Сити все-таки хотя бы в ничью нас играет с Ливерпулем. Ясно на стадионе Сет Мэрис стадиум. Поехали. Что же. Интересно нас ожидает выезд. 37 тур. Сити обыграли Манчестер Юнайтед. Поэтому все будет решаться в последнем 38 туре. Нам надо забивать очень много. Мы верим, что у нас все получится. Поехали. И мы пропускаем. Замечательная игра. 14 минуты мы даже ни разу не дошли еще до ворот соперника. Не попинали даже мяч на их половине. И Сангемптон сразу уходит вперед. Ну, странная, конечно, игра. Все-таки я 2-2 этим составом отыгрывал в Лиге Чемпионов в полфинале. И Скворцов забивает и сравнивает. Чуть-чуть буквально времени прошло. И уже сразу вот Миранчук замечательно отдает передачу на Скворцов. Этот в касании с левой ноги забивает свой 18-й гол в премьер-лиге в этом сезоне. И Вяткин забивает. Это 56 минуты. Это 2-1. Что-то невероятное сейчас. Как-то передача даже эта прошла. Ну, классный гол. Мы выходим вперед. Хоть, ну, это волевая, надеюсь, будет победа. Потому что мы все-таки первые пропустили. Очень классно получилось. Будем еще смотреть момент. Миранчук хорошо здесь забросил на Вяткина. На каких-то рикошетах, но и голкиперу действительно ган вроде стоит на воротах. Ему тяжело было увидеть момент этого удара. Потому что здесь Скворцов перепрыгивал. Защитники мешались. Но Вяткин забивает свой 6-й гол. В премьер-лиге, выводя нас вперед в очень важном матче. Выездном. Скворцов замечательно отдает на Миранчука. Миранчук 3-1. Что-то невероятное вот действительно происходит, друзья. Миранчук во втором тайме просто и гол плюс голевая для него. Это вообще замечательно. Ну и Миранчука здесь сбивают. Это будет штрафной. Дальний, конечно. Поэтому лучше разыграть его. Айвазян, делай счет 4-1. Мы разгромили Сонгемптон. Хоть и пропустили первыми. Но 4-1 очень хороший результат. Еще и на последних минутах со штрафного у нас. Вот так вот получилось быстро разыграть. Петраков. Здесь Вяткин. Дальше вот не увидел, правда, кто на него отдал. Миранчук, скорее всего. Похожа фигурка на него. Третий гол Айвазяна в английской премьер-лиге. И Антон Миранчук получает оценку 9-4 за матч. Один всего лишь удар был у Сонгемптона. И один он его и реализовал. Ну что же, мы не проиграем уже 30 матчей. Это очень хороший результат. Не сдаваться мы только скажем Сонгемптону. Ну это заслуга игроков. Нам приходит сообщение. Вова говорит, что в хорошей форме. Я подумаю, скажем, но мы вроде должны, да. Первым составом сегодня выйти. Поэтому Вова будет в старте. Так что играем сейчас мы против Уолверхэмптона. Ну что же, мой первый состав готов навязать борьбу сейчас с Уолверхэмптоном. Давайте я даже вот поторопился иногда, что зашел в матч. Сейчас мы глянем, сколько у нас сейчас разницы мячей против Манчестер-Сити. Реально ли нам занять первую строчку? Так, 64, друзья. Ну, что я могу сказать? 7 мячей у нас отставанием до Манчестер-Сити сейчас. Побед у них даже больше на дно. Может, из-за этого тоже. Поэтому мы верим сегодня в Ливерпуль. Вот. Надеемся, что у них получится хотя бы ничейку скатать с Манчестер-Сити. Я верю в это. Первый мой состав выходит на матч на Малинеюк Стадиум. Поехали. Друзья, разминаются наши игроки. Сегодня прям будет борьба борьбой. Если мы сегодня выигрываем, суть из дела не меняет. Нам надо обязательно, чтобы Сити потерял очки. Потому что у нас либо это по разнице мячей сейчас смотрится, что Сити выше, либо по победам у них 32, у Манчестер-Сити у нас 31. Так что я не знаю, от чего все зависит. Поэтому мы сегодня должны играть только на победу. И надеяться, что Ливерпуль сможет навязать борьбу Сити. И хотя бы в ничью они сыграют. Нам ближе бы, чтобы сейчас Ливерпуль не проиграл свою игру. Тогда мы станем чемпионами Англии. Мельников. И Головин забивает. Это 1-0, четвертая минута матча. Отлично. Быстро, но мы выходим вперед. И это просто замечательный результат для нас. Получается, получается нам выходить вперед. На выезде тем более сейчас еще играем. И нам эта победа очень будет нужна. Но нужна будет в том случае, если Сити будут терять очки. В перерыве. Мы посмотрим, как у них складывается, конечно, игра после первого тайма. И также, только вот в конце мы узнаем. То есть, по ходу матча вряд ли мы сможем видеть, как изменяется турнирная таблица. Зобнин. А Зобнин делает счет 2-0, десятая минута. Одиннадцатая даже, наверное, все-таки. Роман Зобнин забивает, делает счет 2-0. Может быть, может быть. Если мы сейчас поназабиваем голов побольше. Но, мне кажется, все-таки это зависит от выигранных матчей. Которых у нас на одну меньше, чем у Сити. Мы очень много там 5 матчей вроде в ничью сыграли. Козлов с мячом. И Козлов забивает, делает счет 3-0, 24-ая минута. Ну, вроде как хорошо, друзья. Вроде как хорошо. Реализуем свои все моменты. Теперь лишь бы, лишь бы, лишь бы Ливерпуль не проиграл. Вот только вот теперь болеем за них. И Головин делает счет 4-0. Тридцатая минута. Мне кажется, мы сейчас можем побить наш рекорд по забитым мячам. По победе, во-первых, там 7-0 вроде мы или что-то такое. Вроде мы обыгрывали локомотив в Лиге Чемпионов. Но я надеюсь, что сейчас нам эта победа будет как нельзя кстати, разгромная. Потому что вдруг действительно по забитым мячам это смотрится. Но вряд ли, вряд ли. Мне кажется, действительно это победы, у которых нас на одну меньше. Мельников делает счет 5-0, 49-ая минута. Но уже ничего нам не поможет. Потому что Ливерпуль проигрывает Сити дома. Отдает на Мельникова и Мельников. И Мельников забивает дубль. Это 6-0. Вот как Престон горит. Горит желанием выиграть чемпионат Англии. Потому что они действительно это заслужили. Но я говорил, что у нас 7 мячей. 7 отставания до Сити. Сейчас у нас 6. То есть 2 мяча мы еще отстаем. Потому что Сити 1-0 ведут в матче. Сбрасывает на Мельникова. Козлов делает счет 7-0, 78-ая минута. На данный момент мы сравнялись с Сити, если бы они ни одного мяча не забили Ливерпулю. Но сейчас они забили, во-первых, Ливерпулю. Мы уже видели в перерыве один мяч. Поэтому нам обязательно нужно забивать еще один, хотя бы чтобы сравняться с ними по забитым мячам. И я еще забиваю 8-й гол. 84-ая минута. Но здесь просто получилось так, что я именно подбежал. Может быть любой другой игрок бы забил. Но гол для меня все равно приятно. 8-0 мы выносим в Уолверхэмптон. И сейчас надо, надо там забить еще один. Потому что я не знаю, как играет там Сити с Ливерпулем. Но на данный момент мы сравнялись с Сити по забитым мячам. Плюс именно сюда я уже записал их гол. Один ворот сейчас Ливерпуля. В перерыве, который мы увидели. Головина дает на Зобни. На Зобни. Не получается сейчас с Зобнием-то 9-й забить. И все, друзья. Наш рекорд по забитым мячам, по самой крупной победе. 8-0 мы вынесли в Уолверхэмптон. В последнем 38-м туре. Но сейчас просто, раз вы видите, что никакого чемпионства не было, значит мы проиграли. Значит там Сити минимально на 1-0 так и победил. Так, да, Сити победил Ливерпуль. Мы поздравляем Ачестер Сити с чемпионством. Мы сравнялись вроде как должны по забитым мячам. Но победу на одной больше у Сити. Так что, друзья, не расстраиваемся. Чемпионством не было такой задачи, чтобы я стал чемпионом Англии. К сожалению, да, у нас не получилось, но мы уже сыграли как чемпионы. Мы набрали ровно столько же очков, даже забили ровно столько же. Так что это немножко вот обидно. Призов фон 184 миллиона нам добавили. Твоя игра вдохновляет. Но мы все равно сейчас заходим и смотрим, что мы потеряли чемпионство. Мы заняли вторую строчку. В прошлом сезоне мы заняли четвертую. Что? Друзья! Серьезно? Так, ну... Пу-пу-пу-пу-пу. Секундочку. Это что, серьезно сейчас? Да ну. Где это прочитать-то? Как где понять-то, что мы стали чемпионами? Названа команда недели. Это команда турнира. И как вы видите, наших здесь игроков нет. А Manchester City здесь очень много. А мы знаем, что чемпион в команду не так часто берут сюда игроков. Лучший бомбардир Кейн. Лучший голкипер Эдерсон. City обыграла Ливерпуль. Но мы, друзья, на первой строчке. Все-таки, значит, нам помогло это, что мы голы-то забили. Значит, я сейчас даже посмотрю. Но это точно вот здесь стоит это посмотреть. Моя карьера. Титулы лиг хотя бы у меня написано, что нет. Но. Премьер лига. Успехи лига. И положение в лиге 1. Я не знаю, что будет ли еще какой-нибудь матч против City. Наверное, я не знаю, что. Но мы победили. Мы победили лигу. Сейчас мы на первой строчке в премьер-лиге. Значит, для нас мы точно, друзья, мы чемпионы. Долг не еще становится 88-м рейтингом. К финалу Лиги чемпионов и Кубку Англии к финалу. Так что, действительно, наша победа. Вот эта вот 8-0. Которая сейчас будет гореть. Как самая крупнейшая победа. Но крупнейшее поражение тоже. 5-1 мы не забываем от Manchester City. Видите, вот наше второе поражение было во втором сезоне. В премьер-лиге. Ну, все. Мы чемпионы, друзья, Англии. Поздравляю вас с этим. Сейчас можем стать еще трехкратными обладателями Кубка Англии. Это просто что-то невероятное. Мы стали чемпионами благодаря тому, что забили просто больше. Игрок молодежного состава Петр Десни. Хочет завершить. Ну, давайте. Петр Десни. Петр Десни. 8-9-54. Я бы даже вот Константинова больше взял. Ну, давайте. Давайте переведем. И Константинова возьмем. Вот. Так. Центр составов. И в аренду издадим. Я не знаю, на самом деле. Я, может быть, чисто для себя так продолжу. Потому что, ну, все-таки я долго создавал игроков. Поэтому, почему бы мне не поиграть теперь за эту команду. Не на запись. Было бы мне тоже бы интересно. Вот. Ну, и давайте новичков сейчас добавим. Ну, кстати, троих даже нашли. Вообще супер. Сейчас глянем, какие у них там рейтинги, статы. Ну, кстати, вот. Григорий Борисенко. Тоже такой же рейтинг, как у Анисимова. Или как у него там фамилия была. Тоже левый полузащитник. Вот. Сейчас мы его тоже тогда выставим в аренду. У Константинова, да. Вот. Был такой же абсолютно рейтинг. Возраст добавим и его в аренду. Все. Сейчас у нас финал Кубка Англии. Ну что же. Посещаем пресс-конференцию перед финалом Кубка Англии. Мы будем играть первым составом. Так. Как вы справились с нагрузкой? Скажем то, что они тоже уставшие. Есть хорошая вероятность того, что мы победим. Отвлекаться нельзя ни в коем случае. Я еще раз повторюсь. Мы вынесли первым составом последний матч. Привет, последний. 5-0. Вторым составом мы отыграли 2-2. То есть у меня очень хорошая слаженная команда против именно этого соперника. Но. Что я могу еще сказать. В чемпионате. Вот. Для нас это прям очень неудобный соперник. Мы дважды с ними сыграли в ничью. Потеря очков была колоссальная. И вот довело до того, что. Чемпионом и второй строй, и серебряным призером, можно так сказать. Стали две команды, у которых по одинаковому количеству очков. Но у нас там забитых намного больше. Ясно. На стадионе. Вембли стадиум. Мы идем к нашему третьему кубку Англии. Поехали. Мы снова на Уэмбли, друзья, с вами. Третий год подряд мы играем в финале кубка Англии. Дважды мы встречались против Тоттенхэма. Один раз против Эвертона. Поэтому посмотрим, как мы сыграем против Тоттенхэма. Потому что в первом сезоне мы играли против них. И тогда на первых минутах было назначено пенальти с удалением. Алдервельда вроде удалили. Ну а мы победили со счетом 2-1. Так что в десятером нам получилось в тот раз обыграть Тоттенхэм. И это пенальти. И это пенальти зарабатывает его Андрей Козлов. И не забивает Керин. Не забивает один симетровый. Главная звезда Тоттенхэма. А Тоттенхэм вроде ни одного трофея так и не выиграл. Может быть кубок Араба во втором сезоне. Но это тоже не точно. Козлов с мячом. И Козлов забивает в какого угла? 40-ая минута. Отлично. 1-0. Мы выходим вперед. Просто классно. Козлов с мячом. И Головин еще забивает. Вот это вот невероятный гол. Просто классно. Козлов гол плюс голевая за этот финал. Нашел одиноко стоящего Головина. Она в районе 11-метровой отметки. И все. Подача. Гол. Как учили Головина. Да не только Головина. Во всех футбольных школах. Просто невероятный. Получилось сейчас это пройти. Никто не держал Головина. И с правой ноги. Мощно он пробивает ворота Пикфорда. И это 2-0. Второй гол Головина. В Кубке Англии. Снова мы забиваем два подряд. Ворота Тоттенхэма в финале Кубка Англии. Но. Два года назад. Получилось там Сону вроде. С углового. Забить. И все-таки мы пропускаем. Так же как и два года назад. Ведя с счетом 2-0. Тоттенхэм нам забивает. И в этот раз забил именно Харри Кейн. Лучший бомбардира английской премьер-лиги этого сезона. Да и прошлого вроде тоже. Головин. И забивает Козлов между ног Пикфорда. Это 3-1. Восемь четвертая минута. Все. Все шансы сейчас хоронит Козлов. Забивает дубль. Обгоняя в этом матче даже по голам Кейна. И все замечательно. Все замечательно. Хоть у Козлова не получилось навзять борьбу. Кейну. В бомбардирской гонке. В чемпионате. Зато сейчас вот. Забивает. Два мяча. В ворота Тоттенхэма. И будет еще играть в финале Лиги Чемпионов. А Кейн нет. Козлов чемпион Англии. Кейн нет. Кейн ни разу вроде даже не выигрывал Кубок Англии. Если мне не изменяет память. А Козлов уже трехкратный обладатель его. Вот. Такие дела. Все, друзья. Мы трехкратные обладатели Кубка Англии. Два года мы обыграли. Ну, в двух годах мы обыграли Тоттенхэм. Со счетом 2-1-3-1. Кейн снова без трофея. Ну, хотя бы забил. Все. Не будем смотреть. Мы все-таки уже дважды это с вами видели. Так что. Поздравляем нас. Мы пока что близки к Требл. Мы выиграли английскую премьер-лигу. Выиграли Кубок Англии. Сейчас. Последний матч. Матч против Сити. И очень важный. Он поставит все точки. Точно. Кто лучшая команда в Европе. Мне кажется. Да и в мире. Если мы сейчас вот победим Сити. У нас будет Требл. Если победит на Сити. Ну, обидно. И у нас будет четвертый, скорее всего, сезон. Вот. Это большой шаг для клуба, будем говорить. Комплименты для Сара заслужены. И Козлов сыграл прекрасно. Спасибо. На этом вопросы подошли к концу, нам говорят. Призов в фонд. Сколько нам добавили? 4 миллиона. К следующему сезону нам добавят. Ну, а мы проводим тренировку. Трушечкин неплохо прокачался. Лучший бомбардир тут у нас. Это Головин. 9 мячей на его счету. Снова нам говорит Кривохарченко. Тренер, я чувствую, что расту. Но нет. Нам это не сильно надо. Больше, думаю, о футболе будем говорить. Все равно он уйдет от нас. Поэтому нам это не сильно и важно. Все. Вот он, наш состав. Сити против нас. Но мы как хозяева поля будем сегодня. Наранчук. Так, ротация очень важна, скажем. Он не будет вроде играть. Так, статистика тут ни при чем. И мы много работаем, чтобы дойти до финала. Все вроде мы комментарии дали. Кто там стал обладателем Лиги Европы, мне интересно. Арсенал. То есть сейчас точно будет в матче за Суперкубок УЕФА две английские команды бороться. Арсенал либо мы, либо Сити. Вот. Ну что же. Поехали. Будем мы играть в домашней форме. Сделаем так, чтобы и Сити тоже. Хотя, ну вот как-то так форму прогрузить. Я даже не знаю. Ну, давайте пусть в черное не играют, чтобы уж точно не сливаться. Ясно на стадионе. Поехали. Финал Лиги Чемпионов, друзья. Престон против Манчестер Сити. Сити мы выносили в двух матчах чемпионата Англии. В кубке Карабао. Вроде в полуфинале мы их тоже выиграли. Поэтому отобрали у них еще и чемпионство. Они будут сейчас очень злыми на нас. Потому что у них равенство очков с нами было в чемпионате. Но по голам там и забитым мы намного выше, чем Сити. Йохан Кройф Арена. Амстердам. Голландия. И финал Лиги Чемпионов. Престон Манчестер Сити. Поехали. И Жезус забивает. Жезус забивает. 74-я минута. Сити проигрывает. Ну, точнее выигрывает, да. Извиняюсь. 1-0. А это пенальти. Это сразу же пенальти. Ля Порте получает желтую карточку. И сейчас. Я даже не знаю. Ну, давайте я Делефе выпущу вместо Сара. У нас Делефе очень хорошо пробивает пенальти. И пойдет бить. Я. У меня 79 пенальти. Ну, ладно. Посмотрим, забьем ли мы Эдерсону. И мы развели. Я забиваю в финале Лиги Чемпионов, сравнивая счет. Я лучше подбегу и заберу мяч. Не, он не заберет, скорее всего. И все. 1-1. И мы забиваем в финале Лиги Чемпионов. Я надеюсь, ну, никто не будет против, что я, во-первых, забил этот пенальти. Потому что у меня лучший сейчас стоял рейтинг по пенальти, во-первых, в команде. Но, во-вторых, я как бы создал всю эту футбольную историю. Вот. Карьеру за канал. Поэтому почему бы и нет. Не забить в финале Лиги Чемпионов. Зас пенальти, тем более. Отлично. Это мой, вроде, второй гол. Причем я забивал со стандарта в ворота. Я не помню даже, кого. Кому я забивал. Ворота Атлетика, вроде я забил, да. Со штрафного. Но вот здесь вот тоже со стандарта. Но забил в ворота Сити в финале Лиги Чемпионов. Через 3 минуты после забитого гола Жезуса мы сравнялись с пенальти. Я забил этот гол. Ой, как Делла Феу-то проходит сейчас. Как проходит Делла Феу. И забивает. Делла Феу забивает в финале Лиги Чемпионов. Хотя год назад, ну там 9 месяцев, можно сказать, примерно, он играл в чемпионшипе. Он вылетел вместе с Фотвордом в чемпионшип. Мы его подобрали, можно так сказать, вместе с Саром. Но Делла Феу вышел вместо Сара как раз и забил этот гол головой. Прессон обладатель Лиги Чемпионов. Мы шли к этому, друзья, с вами 3 сезона. Официальное заявление сразу, 4 сезона не будет. Наша задача была выиграть Лигу Чемпионов. Мы выиграли еще и Требл, друзья, с вами. Мы выиграли Требл вместе с Прессоном. Просто невероятно. Невероятные ощущения, конечно. Поздравляю всех с этой победой. Получилось, да, сравнять счет с пенальти. Делла Феу тоже невероятный сделал забег. Забил головой ворота Эдерсона. Просто невероятно. Ну и кубок будет у нас поднимать наш капитан. Георгий Джике. Он пришел только к третьему сезону. Но это было усиление как раз для Лиги Чемпионов. И тишина на трибунах. Все замолкли. Возгласы пошли. Все. Прессон обладатель Лиги Чемпионов, друзья. Я вас поздравляю. Спустя 3 сезона мы сделали просто невероятным. Мы где-то даже повторили немножко историю Лестера. Именно того, чемпионского сезона. Они играли в чемпионшипе. Вышли в АПЛ. Не уверенно отыграли первый сезон в английской премьер-лиге. А во второй, во втором сезоне они выиграли. Выиграли АПЛ так же как и мы. Но мы только сделали трэбл еще спустя 3 сезона. Ну и трофеи мы тоже завоевывали. Во втором мы уже выиграли Лигу Европы. В третьем можно сказать суперкубок УЕФА мы выиграли. Так что все замечательно у нас. Всех я поздравляю, друзья, с этим достижением. Все те, кто болел с самого начала за Престон, сейчас просто в невероятной FIV должны находиться. Вот. Синие-белые ленты под цвет нашей домашней формы на Кубке Лиги Чемпионов. Престон, Норф, Энд, Футбол Клаб. За этот клуб выступал, напоминаю, Дэвид Бекхам. Я как-то зашел посмотреть на его карьеру и случайно увидел, что именно в Престоне он выступал. Жар Делефел лучший игрок финального матча. Все. 2-1 мы обыгрываем Манчестер Сити в финале Лиги Чемпионов. Блестящее выступление. Ничто не могло помешать нам победить. Но хотя Жезус-то забил. Мы могли и проиграть, между прочим. Иногда немного удачи не помешает, действительно. Но Делефел просто на своем опыте, мне кажется, забил, нежели чем. На каком-то везении. 19 миллионов нам добавили с Лиги Чемпионов еще. Ну, как вы видите, у нас 101 очко. Миломет повышается еще и в рейтинге в 81-м. Так и не смог Миша уйти в аренду с начала сезона. Но плюс 4 вроде к рейтингу он уже сделал. Иногда выходя на поле. Вы видите, мы сейчас на первой строчке. Я больше ничего не могу сказать. Скорее всего, именно по забитым мячам даже, может, это решилось. У нас 100 забитых мячей. Да, много пропущенных. Но разница мячей... Кстати, смотрите, у трех команд разница мячей одинаковая у нас и у Ливерпуля Сити. Это круто. Это очень хорошо. Хорошая реализация моментов. Хорошая, может, где-то оборона. Хорошее нападение. Да, если предложение по аренде, мы на сезон соглашаемся. Я, скорее всего, может быть, для себя так чисто продолжу поиграть в эту карьеру. Вот такие вот дела. Но на канал уже точно не будет выходить. Потому что все. Подведем мы с вами итоги сейчас. Так, вот 81 уже. Нам точно не нужен такой рейтинг. Подведем с вами итоги. Что еще могу сказать? Скоро выйдет голосование. Я постараюсь быстренько отмонтировать это. И все. Потом будет подведение итогов. И закончим уже точно FIFA 20. Нашу карьеру за канал. То есть мы все сделали, что могли. Мы выиграли в этом сезоне точно все трофеи. Мы Кубок Арабау, Кубок Англии, Лигу Чемпионов АПЛ выиграли именно в этом сезоне. То есть все абсолютно мы выиграли. Тем более еще трехкратные обладатели Кубка Англии. Двукратные обладатели, если я не ошибаюсь. Суперкубка Англии. Обладатели мы еще и Суперкубка УЕФА, Лиги Европы. Просто невероятная игра нашей команды. За все три сезона мы еще и заняли какую-то там четвертую строчку вроде в чемпионшипе. И смогли все равно подняться, пробиться дальше. Это у нас замечательно получилось. Так что сейчас я потихонечку докачаю наших игроков. Там до конца. Примерно до последних чисел. Вот получается 26 мы закончим сейчас с вами. Трушечкин 81 рейтинг, САР 85. Нажимаем далее и Борисенко сдан в аренду. Все. То есть все те, кто у нас сейчас двое вот этих мы переводили в первый состав, мы их перевели быстренько в аренду. Все. 26 мы заканчиваем июня, потому что там начнется уже трансферное окно. Ну и четвертый сезон. Ну чисто уже для меня наверное он будет ради интереса. Обновленный ежемесячный отчет. Давайте еще кого-нибудь может подпишем. Голубева, вот 94 хороший рейтинг. 87 так себе, но в Москве нет. Все, мы посмотрели. Проводим. Последнюю тренировку. Миламед неплохо так прокачался. Ну и Миламед тоже он забивал вроде. Даже выходя на замены. Сдавал голевые. Ну я сейчас зайду быстренько в Молодежную Академию Голубева. Посмотрим, что у него. Ну неплохой кстати рейтинг. Если покачается, может быть бы его и добавим. Все, подводим итоги. Смотрим на нашу турнирную таблицу. Турнирные, да, таблицы все. Быстренько посмотрим. Мы выиграли АПЛ. Хоть при равенстве очков с Манчестер Сити. 101 очко, но забили мы 100 мячей. Так что просто невероятная команда. 28 мячей пропустили, но мы на первой строчке. Так что супер. Выиграли мы суперкубок Англии. По пенальти обыграли Тоттенхэм 4-3. Выиграли Тоттенхэм еще и в Кубке Англии 3-1. Поздравляю всех. Выиграли Кубок Арабала 3-1. Победили Ливерпуль. Выиграли предсезону турнира 2-0. Выиграли Барселону 3-2 в суперкубке UEFA. Выиграли Лигу Чемпионов в финале. Обыграв Манчестер Сити с счетом 2-1. Тоже невероятная просто игра была. Лигу Европы мы видели, что выиграл Арсенал. Но мы не знаем против кого он играл. То ли против Бенефики, то ли против Лейпцига вроде как. Против Бенефики 1-0. Ну такой себе конечно финал. Ну и чемпионат мира здесь у нас начинается. Это не очень таки и все интересно. Теперь мы идем к составу игроков. Самое главное для нас это статистика естественно. Больше всех матчей провел Долгня. 47 матчей. Поздравляем Александра Долгню с этим достижением. Больше всех мячей забил Андрей Козлов. Совсем недалеко от него Скворцов. В голове Мельников вы видите. Голевые передачи больше всех отдал тоже Козлов. Так что он еще и лучший ассистент. Наверное будет еще и, ну получается лучшим еще и по системе гол плюс пас. Больше всего сухих матчей отыграл Долгня. 19. Поздравляем. Что по характеристике. Самым молодым у нас игроком действующим. Ну так можно сказать. Является Матвей. 19 лет. Но тут у всех проще. Но Матвей именно здесь ниже всех так оказался. Самым возрастным Делло Фео, Зобнин и Джикиа. По 28 лет. Самый низкорейтинговый действующий наш игрок. Это, ну получается Тимур Жамалединов. 75 у него рейтинг. Вот. Что еще? Самым высокорейтинговым Долгня. 88. Никто не потерял за этот сезон. Все только прибавили. Делло Фео плюс один. Константинов плюс один. И поехали по плюс два. Жамалединов, Антон, Миранчук, Головин, Джикиа, Мишин, Зобнин по плюс два. Козлов, Масаковский, Крупин, Мешков, Малкин, Новиков по плюс три. Мельников, Шмельков, Меломед, Айвазян, Денис Казанский, Сар, Я, Скворцов, Долгня по плюс четыре. Борисенко, Артамонов, Петраков, Буренков, Вяткин, Трушечкин, Лобанова, Ромакер, Кривохарченко по плюс пять. Ексов, Полина Сироткина, Матвей Мишин по плюс шесть за сезон. Ну а теперь мы сейчас будем с вами выявлять лучшего, лучших игроков, каждый на своей позиции. Лучший вратарь этого сезона это Долгня. 7,1 у него оценка за 47 матчей, 19 сухих. Ну а Кривохарченко мы прощаемся с ним, он уходит с следующего сезона, будет выступать за Лейпциг, как свободный агент он перешел. Лучшим левым защитником у нас является Ромакер, 7,3 у него оценка, вот его статистика, вот статистика Трушечкина. Казанский, ничего не можем про него сказать, он отыграл сезон в Валенте, они скорее всего играли в Лиге Европы, но здесь нам не видно статистики за Лигой Европы. Вальехо 7,4, Шмельков 7,4, Полина 7,6, ну получается Полина точно у нас 7,6 попадает в команду года. Ну и теперь мы глянем, вот либо Вальехо, либо Шмельков, но я наверное все-таки Вальехо дам, потому что он за меньше матчей получил такую оценку. Вот, вот такие пока что результаты Буренков, 7,3, Петраков 7,3, но смотрим, что они сделали. Буренков голевую передачу отдал и больше всех матчей на сухо отыграл, поэтому я заслуженно отдаю правого защитника, лучшего правого защитника третьего сезона, именно Буренкову. Дальше идем, ну здесь полузащитники у нас, Зобнин 8,0, Зобнин 8,0, 8,3 Головин, 8,2 Мельников. Ну и все получается, напоминаю еще раз, Мельников 8,2, Головин 8,3 и сколько там получает 8,0 Зобнин. Там еще у кого-то было вроде 8,0, у Миранчука давайте тоже сравним, 17 плюс 17. Я даже не знаю, ну давайте тогда раз, Зобнин, 15 сухих матчей у Миранчука тоже, давайте Миранчуку тогда вместо Зобнина дадим, улучшиваем. Полузащитника тоже так примерно, ну и переходим к нашим ПФАшникам, можно сказать правому нападающему, Сар 7,9, Сар 7,9, Мишин 7,8, ну Сар у нас улучшил, как вы видите, игрок. Масаковский три матча провел на претензионном турнире, да и ушел в Лейпциг в аренду. Левый нападающий самый лучший, у меня оценка очень ужасная, 7,4, вот. И все? Серьезно? А где ЛПшники? Кто у нас там еще стоял? У нас Делло Фео, да, у нас Делло Фео надо с ним сравнить. 7,4 у меня, Делло Фео 7,7, так что Делло Фео попадает как левый нападающий, вот. Юля здесь тоже, ну мы видим ни одного матча как не сыграла в тех турнирах, в которых мы участвовали, ну вот. Лучший сейчас нападающий, внимание, Скворцов 8,5, Жамальдинов 6,5, он еще и в премьер-лиге, да, он тоже за Булверхэмптон в аренде отыграл. Также Кучаев мы в курсе, что играет. 8,3, 8,5, ну Скворцов лучший нападающий по оценке, но лучший по голам здесь, естественно, это Козлов. Но он намного больше матчей действительно отыграл. Здесь отставание буквально в каждой, и в голе, и в голевых по 2, так что, а на 9 матчей он больше отыграл Скворцова. Так что мы поздравляем всех. Вот такие вот истории. Давайте еще про стоимость тоже, может многим кому-нибудь будет интересно. Самый дешевый наш действующий игрок, ну Тимур Жамальдина, 8,5 миллионов он стоит, самый дорогой, ну вы уже там увидели. Это у нас до дня 78 миллионов, как самый высокорейтинговый тоже игрок. Самая низкая зарплата у Полины Сироткиной, она вроде как и не переподписывала даже контракт, 400 просто евро. 400 евро в неделю она получает с рейтингом 82, центральный защитник у плюс 6, это самая вроде максимальная за сезон прибавила. Ну и самая высокая зарплата у ДЛФО 55. Все, вроде как я все рассказал, быстренько можем еще и статистикой игрока зайти. Лучшим бомбардиром у нас является это Скворцов, 18 голов за 22 матча. Лучшим ассистентом тоже Скворцов в премьер-лиге 16. Довгня, пятая строчка, у него 9 матчей за 21 матч, он 9 на сухо отыграл. По желтым, по желтым, по желтым. Слава богу, у нас здесь нет, по красным. По красным есть, это Зобнин, одна красная за 15 матчей в АПЛ. Идем дальше, суперкубок Англии, Кейн и Козлов. Там по пенальти, да, у нас все решилось. Ну и желтый еще и у Тельса. Дальше, кубок Англии, наш лучший бомбардир. Это Мишин, Козлов, Скворцов, вот вы всех увидели. Головин лучший ассистент, как и Мельников, Вяткин и Айвазян. Ну и наш голкипер, если он тут вообще... Да, Добни, вот два матча на сухо из четырех отыграл. Все, больше не буду я туда в красные лезть, не сильно это интересно. Карабау, Головин лучший бомбардир в кубке Карабау. Лучшим ассистентом там стал у нас Козлов. Все. Претизонный турнир тоже. Вот. Все, все увидели. Лига чемпионов. Суперкубок, извиняюсь, да. Вот, все по одному голу здесь забили. Ну и там еще, да, мы помним, Умтити вроде автогол забил. Ну и лучшим бомбардиром Лиги чемпионов является Александр Головин, 9 мячей. Лучшим ассистентом Андрей Козлов. Лучшим голкипером Куртуа и Лопес. Но Дов мне здесь, ну видите, если бы финал бы отыграл бы насухо, попал бы тоже сюда. Вот такие дела. И в Лиге Европы. Лучший игрок Хаги. Пицца лучший ассистент. Донорума лучший голкипер. Хотя мы именно Миланто и выбили из Лиги Европы. В полуфинале вроде мы их выбили. Ну и все. Все я, друзья, с вами обсудил, все посмотрел. Так что именно на вот этом моменте мы завершаем. Мельников признан еще игроком месяца в мае. Не сильно мне это вообще там интересно. Все. На этом самом месте мы завершаем с вами, друзья, карьеру за канал. Всем спасибо, кто был. Все эти три сезона смотрел. Начиная с октября-ноября месяца. Месяца мы начинали 2019 года. И вот закончили в августе 2020. Всем, друзья, спасибо большое. Будет еще и выпуск, посвященный лучшим голам. Номинации вы обязательно отсмотрите. И также выпустим итоги за все три сезона. И узнаем еще и кто забил там лучшие голы третьего сезона. С вами был Андрей. Канал Футбол это жизнь. Подписывайтесь, друзья, на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажмать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы, которые выходят у нас по субботам. С вами был Андрей. Канал Футбол это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok